МОСТ Жил да был в городе Пскове мост. Да не простой мост, а ажурный. Так его прозвали в народе за железное кружево несущих конструкций. Хотя настоящее его имя было Ольгинский, в честь основательницы города, княгини Ольги. Мосты для города все равно, что сердечные узы для человека. Точно так же, как сердце человеческое собирает разрозненные образы в картину единого мира, мосты связывают самые разнородные вещи, соединяют противоположности, сводят разные стороны света, прошлое и будущее. Поэтому очень важно, каковы они, эти сердечные связи. Достаточно ли они надежны, красивы и возвышены, как отражаются они на жизни города. Их утрата может быть почти так же болезненна для горожан, как и сердечная разлука. Ольгинский мост взрывали трижды. Первый раз это случилось в Гражданскую войну, и потом дважды во время Великой Отечественной. Каждый раз Ольгинский мост заботливо восстанавливали. Но в 60-е годы власти города Пскова решили его снести и водрузить на месте железного кружева мост советской армии. Этому решению пыталась противостоять небольшая группа псковских интеллигентов, в том числе мой дед, художник Ивсей Львович Беркал. Их молеба мне прислушались. Мост был уничтожен, он сопротивлялся. К счастью, ферма упала в Великую и до сих пор лежит здесь, под водой. Их даже не стали поднимать. Нас водили из детского сада сюда, вот на набережную. Воспитательница рассказывала, вот разбирают старый мост, а буду строить новый красивый. А, наверное, тогда уже я слышал дома разговоры, и дед рассказывал, что это хороший мост, его нельзя разрушать. Даже в моей тогда совершенно детской голове было понимание, что прав кто-то один. И, конечно, я считал, что прав мой дед. И мост разрушили, при этом собирались разрушить вот ту Чусевскую работу, Анастасиевскую часовню, которая стояла на роскошном холме. И, учитывая, что холм под ней фактически подлежал полному уничтожению, он и уничтожен сейчас, то планировали уничтожить и саму церковь. И вот псковские архитекторы, реставраторы собрали 80 рублей. Это сумасшедшие деньги по тому времени. Это 68-69 годы. И когда уже часовня стояла на столбе из камней, из земли, они договорились с крановщиком. Под саму часовню подвели рельсы, и кран, для которого эта часовня была в два с половиной раза перегрузом, за водку и за 80 рублей рабочий рискнул и снял ее с этого смертного места, опустил вниз. Так спасли Анастасийскую часовню. Но этого моста совершенно страшная судьба. Уже первый же ледостав показал, что мост сносит. Ледины стали сносить, быки не держали. Видите, у него сейчас вместо двух запланированных, у него шесть быков. Вот четко видны два первых, и к ним четыре дополнительных пристроены. Мост оказался ошибочной конструкцией. По преданию, который широко очень ходил, я не знаю, я не интересовался этих мостов. По этому проекту было построено пять или шесть, и, соответственно, пять из них оказались в дальнейшем разобраны. Этот псковский спасли вот таким странным способом, поставив дополнительные быки, а главный инженер вроде бы застрелился. Я сибирячка, у которой мама, псковитянка. Я сюда наездами приезжала. Когда моя бабушка впервые меня в пять лет сюда привела, здесь оставалось впечатление вот какой-то большой загадки. Здесь в первую очередь было видно, что есть какие-то, ну вот как сказочные холмы, из которых вдруг вырастает какое-то строение. Поэтому, конечно, это впечатление загадки, наверное, в конце концов и заставило меня Псковым заняться более пристально. И эти тайны, они раскрывались постепенно для всех и для меня в том числе. Здесь масса всяких интересных историй о подземных ходах, которые вели к Пскову. Ну, например, в церкви, которая за мостом Троицким находится, Козьма и Дамиана Примостя, мне как-то показали замечательный ход вниз через палатку. И сказали, вот здесь подземный ход идет через Пскову. Я сразу вспомнила метро Василия Островская, одно из самых глубоких, наверное, да? Да здесь какое должно быть строительное искусство. Похоже, что действительно подземных ходов было очень много. Мы во многие из них можем войти, но дальше увяжем выли и увидим замковые камни над нами, нависающие. Псков – это не просто город-музей. Он свою великолепную историю проживает до сих пор. Его прошлое – это часть настоящего времени. В самых неожиданных местах среди современной застройки можно наткнуться на крепостную стену. А в обгорелых руинах или пристанище бездонных людей узнаются хоромы 17 века. Именно это место, которое сейчас заброшено, оно и всегда было тихим уголком Пскова. Сейчас-то оно совсем заброшено, вплоть до того, что здесь даже освещение уличное, как правило, не работает. И просто образовался пустырь очередной в городе. Но оно, как ни странно, связано с такой крупной личностью в истории архитектуры, в истории культуры русской даже. Юрий Павлович Спегальский, еще будучи школьником, в моменты каких-то своих юношеских противоречий, в моменты конфликтов в семье, убегал в соседний домик. И там он и встретился в первый раз в своей жизни с историей Пскова в самом его материальном выражении. И это были изразцы 17 века, которые просто валялись в этом доме. Это остатки печей 17 века, радужных, полихромных, расписанных цветной глазурью. Для него, видимо, это было таким открытием, когда он нашел эти черепки, подержал их в руках, попытался сложить, и получился узор, что он впечатлился этой находкой своей на всю жизнь. Как любой человек творческий и вполне амбициозный, здорово амбициозный, он был конфликтным человеком. Но когда дело касалось реставрации, исследования и каких-то выводов. Например, у него был конфликт даже в 1939 году, когда он реставрировал палаты Меньшикова, его фактически уволили с работы за его высокие требования к каменщикам. Как всегда, стройка торопилась, денег было мало, а иногда совсем не было. И вот эти конфликты Юрия Павловича с руководством, а в 1939 году вступать в конфликт с руководством, это было чревато политическими преследованиями. Они приводили к тому, что Юрий Павлович просто уходил. Но уходил он так, что о нем долго помнили. В 1944 году Спегальский приехал в Псков, как только немцев отсюда выбили. И он написал принципы восстановления города, создания такого музейного заповедника, в котором жизнь бы велась свободно и красиво и современно, в те времена, когда еще ЮНЕСКО эти принципы не выработало. Оно их только в 70-х годах запишет. «Часто снится мне, что просто иду по Пскову, легко дышу и чувствую радость. Дома я задумал сделать израстцовую печь в характере печей 17 века. Это даст мне занятие на год. Но все это не то. А главное, чем заменить пребывание в Пскове? Псковскую землю под ногами? Псковский воздух?» Это строки из письма Юрия Спегальского. Он отправил его из Ленинграда своему псковскому другу. Юрий Спегальский – личность легендарная. Он остается одной из самых авторитетных фигур среди псковских архитекторов и реставраторов. При этом большую часть своей трудовой биографии он посвятил городу на Неве. В блокадном Ленинграде он устанавливал маскировочные сетки на Петропавловском шпиле, Никольском соборе и других выдающихся точках города. От голода у Юрия Спегальского так кружилась голова, что как-то раз во время работы он сорвался и упал с крыши. Его спасло только то, что он приземлился в сугроб. Юрия Спегальского пригласили в Псков незадолго до смерти. Видимо, проблему реставрации он так близко принимал к сердцу, что оно не выдержало. Тогда ему еще не было и 60 лет. Я бы не хотела поддерживать вот такое расхожее мнение о том, что Юрия Павловича в Пскове преследовали, что Псков его убил, и это говорится. Мне вот не нравится такое отношение, потому что так можно говорить, собственно, о каждом творце, который погиб тут и жизнь свою положил для того, чтобы поддержать хотя бы часть вот этой культуры. У псковских байкеров традиция. Каждый раз под Новый год они на своих железных конях врываются в коррекционный интернат города Апочка, чтобы внести свои коррективы в размеренный распорядок его жизни. Так получилось, что меня делегируют в качестве Деда Мороза, и я, когда вхожу туда в гриме полностью, в бороде, в халате в своем, говорю ребятам, а теперь, ребята, кто хочет, чтобы ваше желание сбылось, должен подойти к Дедушке Морозу, потереться об его бороду и желание загадать. И вы знаете, подходят ребята даже уже такого, ну, среднего школьного возраста, когда они как к иконе подходят, то есть так вот аккуратно дергают за бороду, глаза их сосредотачивается, они смотрят в бороду, что-то шепчут губами, действительно загадывают, они в это верят. Вот, и я не знаю, как себя в этот случай, в этой ситуации просто вести. Я стою, у меня самого мурашки, там пот по спине, конечно, костюм это все скрывает, но ощущение, конечно, непередаваемое. Многие, как правило, загадывают семью, папу, маму, но очень часто дети, когда их спрашивали, если мы хотели стать будущим, они все в хором встречали байкерам, байкерами, какими-то мотоциклистами. Они когда-то видели что-то в похожих фильмах, читали, может быть, в журналах, там, в каких-то романах про мотоциклисты, про байкеров. И тут живые мотоциклы, живые мотоциклисты в жилетках, с гривой волос, часто там с бородами, татуированные, может быть, с такого свирепого вида страшные, но которые при ближайшем рассмотрении оказываются вовсе не такими страшными, суровыми, очень добрыми, привозят с собой постоянно игрушки, привозят с собой конфеты, что-то новенькое, какие-то спектакли, сценки, детей. Совершенно спокойно возят на мотоциклах, катают. Это словами не передать, понимаете, это, как вам сказать, стоит в этот раз увидеть. Некоторые вещи увидеть оказывается не так-то просто. Казалось бы, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с XII века изучили и разглядели со всех сторон, снаружи и изнутри. И вдруг псковский искусствовед замечает, что блики и мерцания не случайно возникают на стенах. Они в определенное время указывают на нужное изображение, как будто сам солнечный свет ведет литургию. Эти мерцания очень живописны, не правда ли? Во-первых, они в отрицательных поверхностях проявляются, на сводах, выше окон, что как будто бы не может быть. Еще более удостоверяясь, что это образ божественного света. И вот как раз на рубеж третьего часа дневного, летнего, мы видели, открывается эта занавеска. То есть вот такой сигнал, который активно виден из алтаря. И здесь идет третий час с определенными чтениями. Но понимание-то какое? Понимание, что Верховный Иерей – Вседержитель. Он – Верховный священник. И он как будто бы управляет своими сигналами, богослужением, которое происходит. Вот это святозарное здание по ширине, в соответствии с двум сооружениями, оно как бы подстраивается, оно как будто из них выходит. Показывает, что есть еще некий святозарный дом. Дом премудрости, дом постоянного присутствия божества. Такая стреловидность, обрезанность на стене, вдруг указ сначала на Евангелиста, потом на Пюпитер, а в общем храмовом пространстве и в купол, на Пантократора, на Космического Иерея. Такие эффекты, да еще вот очень точно соединенные с Жипси, они не могут быть случайностями. Но доказать, что это не случайность, что мы наткнулись на свидетельство какой-то былой организации, вот это научная задача, которую надо было выполнить, а тогда еще не было монахов, не было суетности, свойственно монашескому общежитию. Пост милиции, научные сотрудники. Это как-то отвечало, наверное, понятию тихой обитель, некое умиротворение, аскетическое молчание и так далее. И в этом смысле сами стены, эта ограда, они, конечно, позволяли почувствовать, что ли, вот эту некую сферу, эту мифологему, в которой есть средневековое мышление, и художественное в том числе. И тогда вдруг все становится понятно. Современный человек – человек динамического восприятия. Мы видим сигнал светофора, иди и стой. Мы видим двери, какие-то там буквицы, заходи, не заходи и так далее. Мы живем в мире знаков, семиотическом, и мы обладаем динамическими. Восприятием нам некогда. Средневековое восприятие отличается от восприятия современного человека, оно созерцательное. У нас всегда есть место для людей, которые не вписываются ни в какие рамки, ни в какую эпоху. Они всегда несовременны. Вот зачем, спрашивается в век прагматизма, скорости и комфорта, конструировать такие механические несуразицы? Кажется, будто они созданы специально для того, чтобы предельно усложнить передвижение. В средневековом Пскове таких людей, наверное, называли бы моторизованными скоморохами. Все достались со своей серьезностью, со своими рекламами, которые чаще всего стопроцентное вранье. А мы вот такие, как и есть, и все. Ржавые, скрипучие. Когда я выехал отсюда, вот этот первенец, который так и прижил из названия коня, он был абсолютно необхатанный, неизвестно, доеден или нет. Первая машина, которая неслась мимо, скорость там был полосудней. Резко тормозилась, дала назад, открылось окно, и меня начали фотографировать. Тут я понял, что я на правильном пути. Дальше был пост ДПС, где меня тоже проводили таким беззвучными глазами унылыми ДПСники, ничего не сказав. Потом, правда, меня догнали, с мигалками остановили, и попросили ехать очень аккуратно. На что я сказал, конечно же, конечно же, я же взрослый человек, я жить хочу. Потом посмотрели на мою мотоцикл, сказали, да Бог тебя знает. Вот. И я поехал дальше. Ехали, выехали мы в час, наверное, ночью, да. И вот 20 километров, мы ехали полтора часа. Я остановился, двигатель там немножко перегрелся. Здравствуй, Пёс, да-да-да-да. И когда я приехал туда, на поляну, я примерно чувствовал себя точно так же, как парфюмер в конце фильма, когда вот все падали перед ним. Вот примерно то же самое творилось с людьми. Я ехал на прицепе. Легковая машина с прицепом. И вся вот эта штука была разобрана. Как раз вот та четырехколесная штучка была сзади. Подрезает Жигули четверка. Ну, я, как обычно, уже привыкший к некоторой славе, думаю, ну, человек хочет пообщаться. Человек выходит из машины и говорит, слушай, не продадите рога от бензопилы, все равно в черме отвезете. Это такие были истории. Что мне нравится очень в этом движении, то, что независимо ни от возраста, ни от пола, у людей сносит крышу по-хорошему. Любая техника подразумевает какие-то правила, да? Болты определенного динаметра, угол кермана там и так далее и тому подобное. Подвеска, ходы. И если делаешь что-то не совсем правильное, это воспринимается как ошибка. А здесь можно голову абсолютно отключить и делать то, что тебе нравится и смешить людей. Вот можно велоплуг сделать, допустим. Держать надо ногой и зубами. Представляете, те же стандрайзеры, да? На крутых мотоциклах приедут, у них там что-то будет не заводиться, что-то будет отваливаться, ломаться. Это будет выглядеть как-то, ну, противно. А когда мы выступаем, у нас все отваливается, мы все валяемся и народ только хохочет. Почему бы этому не быть? Псков сейчас проживает очень мрачное время в своей истории. Вот это место – один из литерных видов Пскова. Это наши ворота в небо. Вот плоская башня, вот высокая башня. И понятно, почему они так назывались. И в панораме нижних решеток запрещено было, и до сих пор запрещено строить дома выше 17 метров. Это пять этажей. Соответственно, это сделано для того, чтобы вот эта вот панорама открытого водного и воздушного пространства не была ничем нарушена. Губа компания получила в 2012 году разрешение на постройку пятиэтажного дома. А построила 16-этажный, размером 51 метр. Эти башни – это 14-15 век. И с тех пор никому, даже при советах, не приходило в голову строить там многоэтажное жилье. Они говорят, ничего, через сто лет они разрушатся, а кто-нибудь после нас построит другие дома на этом месте. Вот этот дом – это еще один знак Варвара в Пскове. В народе его прозвали «Овсичный окурок». До сих пор неизвестно, кто его архитектор. Эти люди тщательно прячутся, они боятся показать своих имен. Они явно живут в Пскове, и им не хотелось бы, чтобы их имена были известны в этом проекте, ничего не обозначено. Нам удалось спасти от застройки Гремячую гору. Это знаменитая Псковская Гремячая башня 1525 года, которая расположена в пойме Псковы. И там планировалась гостиница и частная застройка. То есть все, что удается сделать, это где-то не допустить чего-то. Те немногие псковичи, которые сохранили старые традиции, они обладают какой-то совершенно независимой точкой зрения на многое. Ну, например, я иногда говорю, мам, ну зачем ты вот сказала эту правду? Может, стоило бы промолчать где-то? На меня смотрели ее голубые яркие глаза, и я в них видела настоящий Вечевой Псков. Как можно умолчать о правде? Мне чрезвычайно интересно, когда я встречаю настоящего псковича, даже если это юный пскович, я немедленно на карандаш беру и записываю, что он знает про старину, каким образом он чувствует свою псковскость. Но поскольку я искусствовед, я искала это через храмы вначале. Как этот народ проявил себя в архитектуре? Это то, что заметили мне, например, минские архитекторы, причем батюшка-архитектор среди них. Они сказали, а мы хотим строить в Минске храм псковской стилистики. Почему? Потому что огромные, высокие, многоглавые, красивые, нарядные храмы, они сегодня, ну, некоторая обрядовость. А ваши храмы – это предельная функциональность и простота. У них ничего на показ, но все, что нужно для веры, в них есть. Псков был некой моделью, по которой могло бы быть создано все российское государство. Здесь люди могли защищать свои гражданские права. Здесь не было своеволия князя, князь был ограничен вечер. Вечер находился вот здесь, в 500 метрах отсюда, и люди, выступавшие с вечевой степенью, они выступали за их спиной Бултроицкий собор. На этом месте невозможно было лгать. И был вечевой колокол, который был отсюда обманом, украден Василием Третим. Здесь был торг, он был честно связан с вечером. Торг и вечер были центром демократии. Василий Третий приказал закрыть псковский торг и перенести его почти на километр отсюда. Так в Пскове появился новый торг, московский, для того, чтобы разъединить место государственной славы и государственных решений и место общенародного сбора, потому что торг и вечер перетекали друг в друга. Когда мы приехали из Сибири, где уже чувствовался некоторый недостаток продовольствия, мы пошли на торг, бабушка выбрала безошибочно нордический тип, стоящий за прилавком, очень отстраненный и слегка высокомерно на всех смотрящих своими пронзительными голубыми глазами. И обратилась к нему по-эстонски, что было для меня полным откровением. Я узнала, что бабушка владеет эстонским. И у меня до сих пор стоит в глазах эта картина преображения. Он превратился просто в итальянца. Он стал жестикулировать, заулыбался, отдал нам весь творог, пошел с нами в гости, выпил чаю и стал лепшим другом. Это вот как-то нарисовалось для меня как картина из прошлого. Для того, чтобы здесь жить, надо было прежде всего готовиться к торговле, использовать его выгодное положение, быть приличным человеком, проявлять искренний интерес и учтивость к тому, кто здесь. Приезжают путешественники из ближайших городов, из других стран. С Монголии приезжали, с Украины, с Прибалтики, с Польши. С Севера тоже едут. Приезжают кто-то с поломкой, кто-то голодный, кто-то уставший просто. Знакомства бывают разные. Бывает, когда люди звонят и говорят, что вот мы к вам едем, мы уже через 500 километров, мы через 200 километров, через 50 километров звонят, мы лежим в кювете. Мы берем эвакуатор клубный и, собственно говоря, в этот кювет и едем. Там этих людей вытаскиваем. Приезжают не только в СИЗОН, некоторые сумасшедшие по снегу приезжают. У нас волосы встают дыром от того, что это такое, на двух колесах по снегу. Откуда вы? А мы с Украины едем. Я говорю, бог мой. И как бы, да вот понемножку. Страх, уважение, восхищение, радость и подозрение, что у человека не все в порядке с головой. Такое чувство наседает смешанное. Вот вам пример, что такое псковскость совершенно мелочи. Мы на втором этаже квартиры с видом на Кремль. У нас старый дом. Вот. И я вышла на балкон и любуюсь всей этой красотой. А бабушка мне говорит, да чушь. Это псковское обращение в Сибири так не говорят. Да чушь. Вот пошел человек какой-то и выронил газету. Не, 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 хорошо. Беги подбери. Я со своей сибирской ленью смотрю на бабушку, неудомевающую. Зачем я со второго этажа пойду поднимать газету? Бабушка смотрит на меня совершенно, как на вече смотрели на проштрашившегося посадника. Я ничего не говоря, иду и подбираю эту газету. А это вот просто психология настоящего горожанина, который этот город взрастил, и в нем не в квартире город кончается. Город – это вся эта земля псковская. И я лично отвечаю за все, что на ней делается. Вот это вечевое сознание народного духа, которое еще не выветрилось. Этот мост абсолютно не украсил Псков. Он обычный, банальный, да и кроме того, что обычный очень нервный проект. Вот жизнь еще раз показывает, что нельзя уничтожать символы. Вообще, когда я эту историю для себя осознал уже в более взрослом возрасте, не будучи уже ребенком, у меня появилась мечта снести этот и восстановить тот. Это, конечно, совершенно сумасшедший проект, но Бог его знает. Город Псков сам напоминает мост. Мост между русской и западной цивилизациями в силу своего приграничного положения. Мост между современностью и прошлыми веками из-за своей исключительной биографии. Псковичи сетуют на такое промежуточное транзитное состояние своего города. Приезжие люди часто проскакивают его по пути в Европу или навстречу другим достопримечательностям. Но стоит человеку задержаться на мосту, и машина и возня как будто бы стихает за спиной. Человек роняет взгляд, как затертую монету в реку Великую. Река завораживает так же, как и несколько столетий назад. И кажется человеку, что он превращается в точку. В точку бесконечно малую, но чрезвычайно важную, потому что именно в ней пересекаются все пути, земные и небесные. Редактор субтитров А.Семкин